Всем привет! Давайте мы начнем уже наше мероприятие попозже, возможно, кто-то еще к нам подключится. Я сразу скажу, что я буду подглядывать в телефон, чтобы следить за чатом, мне удобнее видеть, что вы пишете в телефоне. Начну с того, что представлюсь. Как я уже сказал, меня зовут Александр Каючкин, можно просто Саша. Я руководитель онлайн-школы учеба.ру. Вообще учеба.ру – это сервис, который помогает молодым людям на всех этапах от выбора профессии до успешного поступления. Мы помогаем выбрать профессию, специальность, мы помогаем выбрать университеты и программы, ну или колледжи, куда можно поступать. Мы помогаем подготовиться к ЕГЭ и, собственно, доводим до успешного поступления. Кроме этого, я достаточно долгое время работал в сфере HR, поэтому хорошо знаю рынок труда. Я руководил сервисом работа.ру. Сейчас этот сервис входит в экосистему Сбера, то есть Сбербанка. В целом я занимаюсь тем, что изучаю вообще современный рынок труда и карьеры, и вот то, что называется сейчас, наверное, таким модным словом «фьючер стадис». Изучаю вообще, какие возможности сегодня есть на рынке в контексте будущего. То есть как вообще все будет развиваться, какие там сферы, отрасли, профессии будут актуальны, где кто будет востребован. Вот. И, соответственно, сегодня мы с вами про это поговорим. Сегодня я расскажу, то есть многое из того, что я буду показывать, как бы это кусочки нашего большого курса профориентации, про который тоже чуть позднее, если у вас познакомлю. И первое, о чем хотелось бы поговорить, вот когда мы вообще на самом деле за много лет уже провели очень большое количество там и курсов, и консультаций со старшеклассниками, с родителями, и когда мы начинаем говорить с ними вообще об их выборе, то весь разговор часто начинается в такой очень будничной плоскости. То ли нам пойти в этот вуз, то ли нам пойти в такой вуз, или там то ли в рекламу, то ли там в маркетинг, то ли еще куда-то. То есть такие очень будничные обсуждения. И я бы хотел начать с того, чтобы затронуть такую более глобальную тему, потому что когда молодой человек стоит на пороге там выбора своей будущей карьеры вообще, он, мне кажется, должен посмотреть максимально широко в будущее и вообще понять, в каком мире он живет, в каком мире мы с вами живем, да, потому что это очень важно, посмотреть, что сейчас вообще происходит на, скажем так, на острие прогресса, на вот фронтире в разных там сферах и областях, потому что на самом деле мы живем сейчас в очень интересном, увлекательном мире, возможностей огромное количество, и проблема в том, что очень часто мы как бы погружены с вами, там и я в том числе, и вообще все люди в такие будни и нечасто поднимаем голову, чтобы вообще посмотреть, что же происходит, да, куда все движется. Вот, поэтому первое, что я хочу, это первое, о чем я хочу с вами поговорить. И вот сейчас на экране вы видите, я надеюсь, видите, напишите, да, видите ли вы людей, мой первый вопрос, я его часто задаю на выступлениях, кто эти люди, как вы думаете, и что вообще их объединяет? Напишите ваши варианты ответа, интересно. Ну, что ж, давайте, я тогда не будем ждать, смотрите, эти люди, это все вымышленные, несуществующие люди, то есть люди, которых, образы которых сгенерировала нейронная сеть, то есть искусственный интеллект компании NVIDIA, по-моему, он был уже, на самом деле, достаточно давно разработан этот логаритм, то есть нейронная сеть изучает огромное количество, там, базу данных людей и на основе вот этих знаний генерирует, там, новые лица, новые образы людей. Вот, и если раньше, там, эта сеть, эта технология работала плохо, там, на лицах этих людей возникали разные артефакты, и в недалеком, там, прошлом эта нейронная сеть пыталась, там, генерировать образы кошек, у нее это не очень хорошо получалось, как мы видим, да, то сегодня вот такие технологии, они уже шагнули очень далеко вперед, и сегодня это уже перестает быть смешным, становится по-настоящему серьезным, там, все мы знаем технологию, там, дипфейков, когда можно в видео менять лица людей, и, на самом деле, это не только возможности, но и большие угрозы. Вот, сегодня искусственный интеллект и технологии машинного обучения позволяют даже создавать произведения искусства, вот это, в частности, произведения современного искусства, которые тоже нарисовала нейронная сеть, и они были, они сейчас вообще, в принципе, высоко оцениваются критиками, выставляются на аукционах, а вот это вот североамериканская певица, я надеюсь, слышно звук. Да, это североамериканская певица Тайли Саузен, вроде ничего необычного, это обычная певица, но музыка-то ее тоже пишет, вот, персонажа, певица, тексты, и, ну, знаете, неживые люди. А вот это тоже один из моих любимых примеров, это компания, называется Муберт, это российский стартап, это ребята из нашей с вами страны. Они запустили компанию, которая сейчас буквально переворачивает рынок и вообще представления о лицензионной музыке. Вот огромное количество заведений, это гостиницы, рестораны, кафе, типно-сцентры, это очень большое количество заведений по всему миру, где посетителям они используются формовую музыку, и вот эта музыка, как правило, она кому-то принадлежит, если авторство ставает ее, чтобы он не так развивает, но, тем не менее, эти компании платят за использование авторских прав на музыку, которые это исполняют, и не только в связи с приложением, в приложении, в новую музыку и все. Вот эти ребята, они написали тоже алгоритм, который позволяет генерировать новую музыку в разных жанрах, в разных направлениях, и они продают дешевую подписку на этот сервис. То есть, в принципе, теперь компания может подписаться на этот сервис, сэкономить достаточно большое количество денег и показывать, и включать это своим клиентам. Нейронная сеть придумывает эту музыку в режиме 24 на 7, практически нон-стоп, в разных жанрах, в разных настроениях, то есть, это очень сильно... То есть, это уже не эксперимент по использованию искусственного интеллекта или нейронных сетей, это реальный бизнес, да, то есть, у них среди клиентов очень крупные компании. Да, напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли звук и видно ли видео. Да, если не сложно, просто хотя бы поставьте плюсик. А вот эта картинка, она... Да, спасибо, Диана, большое. Эта картинка, она такая не очень красивая по своему виду, но очень красивая по своему смыслу. Это ученые тоже российские, по-моему, из МФТИ, они научились с помощью анализа электроэнцефалограммы головного мозга человека снимать буквально с нашего мозга картинку, которую человек сейчас видит перед глазами. То есть, условно говоря, вот слева мы видим то, что человеку показывают на экране, а справа, вот картинка в очень плохом, ужасном качестве, это то, что как бы система снимает сигналы с головного мозга и воспроизводит эту картинку. То есть, это на самом деле, на мой взгляд, вообще огромное-огромное достижение, которое позволит в будущем сделать прорыв, как мне кажется, в нейроинтерфейсах и, возможно, даже приведет к тому, что когда-нибудь мы научимся читать мысли других людей, потому что звучит даже немножко пугающе. А вот это ученые-исследователи из Израильского института, они впервые, по-моему, в 2019 году напечатали настоящее живое сердце на 3D принтере с использованием живых тканей. Да, это из университета Толи-Вива. Суть в том, что технологии 3D-печати оживаются уже очень давно, но это конкретное сердце, оно живое, оно прям бьется. И сейчас, по-моему, в последних публикациях была информация о том, что оно сейчас размером примерно 2 сантиметра, то есть размером с сердца кролика, но фактически это открывает очень большие возможности для развития медицины, для спасения человеческих жизней, там, для трансплантологии. Вот. Еще один пример – это бывшие, это инженеры-выходцы из компании SpaceX, всем известного Илона Маска, они организовывали свою компанию, которая называется «Один-Ассиритоспейс» и это тоже с помощью технологии 3D-печати. Они печатают целые ракеты, огромные-огромные детали. Для того, чтобы вы понимали, что на производстве одной редкости, которая не используется в космос, в ходе часа несколько лет, и наши претензии только в 50-м, может быть, сотни тысяч разных виталей, то эти ребята тоже делают такую настоящую революцию освоения космоса. Они создают технологии, которые позволят, грубо говоря, производить протесты по несколько месяцев, используются в целом около 60-ти ста детали. Это тоже огромный прорыв, потенциальный в своей неделе. Мы встретились с одним из их ко-фандеров, чтобы посмотреть в их операции. Меня зовут Дворден Нюн, я ко-фандер и chief technology officer в Relativity. Мне и Тима мы встретились когда мы были студенты. Мы встретились уже 10 лет назад. Он уехал, пошел в Blue Origin, я уехал. Бои Тима и я увидел promise о 3D-принтинге, и мы хотели увидеть преимущество применения к целому ракету. Но это не такой картинка 3D-принтинг, которую мы часто видим, что здесь здесь, это совершенно другой типы добавления в зиму, где целая ассамблайн была построена по машинам которые используются сильные лазеры для создания. Девушки отдыхают... 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 из ассамбленных маленьких частей в какую-то большую систему телевизоров, мобильных, зданий и так далее. И вот Мэри Оксмон задается вопросом в своих исследованиях, почему, например, дома мы должны строить, почему дома не могут сами расти, или почему одежду, которую мы носят, мы ее шьем из компетических материалов, почему она не может расти сама. И вот у нее много таких проектов, это не просто теория, но есть много практических проектов, они даже, по-моему, делают углубный показ, где по подиуму ходили модели в трусах из биологических материалов, которые буквально вырастают на моделях. Это смотрится дико ничто, опять же, в таких немножко светящиеся очень странные формы, которые мы используем на белье, но, тем не менее, так всегда бывает в новых индустриях, и сначала это кажется смешным, потом это становится уже чем-то очень серьезным. И вот здесь, в частности, в этом ролике, это эксперимент по шелкопрядов, по-моему, что они, например, их управляют тем, как шелкопрядов, по-моему, в формы, которые могут использоваться, опять же, там, и в дизайне, и в культуре. И у них еще были, по-моему, эксперименты, когда они производили материалы из хитина, такие очень прочные, например, на пластины, и много таких очень интересных проектов на стыке биологии, дизайна. Это, по сути, открыто новое направление на стыке, казалось бы, очень таких разных вещей. Да, а вот этот проект, это просто, на мой взгляд, потрясающий, этот проект называется НИОМ, проект Саудовской Аравии, это проект кубного города. А вот этот проект с государственной Саудовской Фонт, там, с привлечением огромного количества капитала, они вложили в его уже 500 миллиардов долларов, по сравнению с Шибаком. То есть сейчас мы уже в этом вошли. То есть это, по сути, строительство целого огромного города, который просто ломает связь. Вот он так вообще должен жить, и все, и все, и все. И не просто строительство здания. Это строительство огромной инфраструктуры, которая охватывает все области своей жизни. Транспорт, заканчивая, там, чистой водой, экологией, медициной, образованием и всех. Масштабы, потому что строительство просто впечатляют. Ну и, соответственно, они, там, уже, наверное, даже не в этом году, а раньше много открытых вакансий. Им требуются специалисты, и очень разных властей, по-принекальной разработке. Покупать вот в проекты, которые, ну, буквально, в проект будущего. Вот, и таких проектов, на самом деле, очень-очень много. Я показал всего лишь маленькую часть. Как мне кажется, это очень важно, вот, смотреть на такие вещи, изучать такие вещи для того, чтобы из этого черпать вдохновение и находить то, что вам может быть, ну, или вашим детям может быть интересно, да. То есть выводить этот разговор из плоскости, там, я хочу стать менеджером или юристом, или поваром, плоскость понимания вообще, а чего я хочу в жизни достичь, там, какими интересными вещами я хочу заниматься и, там, разбираться в том, почему эти вещи актуальны, перспективны, интересны. Вот, то есть в целом мы живем в мире таких огромных, колоссальных возможностей, и я, честно говоря, завидую тем, кто вот сейчас находится еще в старших классах школы, потому что, ну, мне кажется, наш мир будет очень прекрасным через какое-то время. То есть он будет становиться все интереснее и интереснее. И, на самом деле, эти изменения, вот, я сейчас показывал, наверное, такие яркие проекты из, может быть, там, которые не покажутся вам тем, вот, куда можно действительно прямо сейчас взять и пойти в эту сторону, да, но эти изменения сейчас происходят практически везде. То есть каждая отрасль сегодня переживает очень сильные изменения, то есть будь то, например, образование, там, медицина, там, сельское хозяйство, да, то есть везде добавляется, например, приставка тех, там, когда было раньше просто образование, теперь это тех, когда в образование приходят технологии, приходят новые компетенции, оно меняется по своей сути, превращается в то, что оно становится более персонифицированным и измеряемым, да, то есть вообще вот сейчас в мире есть много таких, компаний, которые работают в сфере образования, они в качестве своей миссии ставят цель научиться делать это образование управляемым, чтобы человек точно, там, из точки А достиг в точку Б за определенное количество времени, да, и все люди по-разному учатся, у них разные когнитивные способности, возможные и возможности, но, тем не менее, этим всем с помощью, там, науки, технологий можно управлять. И то же самое можно сказать о очень разных индустриях, там, вот сельское хозяйство, мы проводили опросы среди, там, старшеклассников, которые, там, посещают наши сервисы, очень большое количество аудитории, и сельское хозяйство находится, там, в самом низу вообще интересов, вот, когда мы спрашиваем о том, какие направления вам интересны, то есть они прям выбирают их галочками, грубо говоря, да, то есть, что бы вы рассматривали? Сельское хозяйство – это такой прям явный аутсайдер, хотя, на самом деле, если разобраться, что сейчас происходит вообще в индустрии сельского хозяйства, это тоже, там, ну, прям огромная интересная индустрия, куда проникают и технологии, и вообще новые, там, форматы бизнеса, и, ну, очень много всего интересного происходит, вот. В общем, об этом можно говорить долго, но давайте мы перейдем сейчас с вами к такому немножко сжатому формату. Я расскажу, немножко поделюсь теми принципами, которыми мы руководствуемся вообще при разработке наших программ, и, фактически, это такие советы базовые, да, которые можно дать, там, молодому человеку и родителю для того, чтобы вообще с чего-то начать и понять, как, в принципе, ну, вот, последовательно, какую-то последовательность действий при выборе, там, своей будущей карьеры. Ну, во-первых, да, у меня сейчас будут несколько таких провокационных слайдов. Первая мысль и принцип такой, что профессий больше не существует, это про то, что нужно выбирать функциональные профессии, то есть, грубо говоря, когда мы учимся выполнять какую-то функцию, да, там, например, там, бухгалтер или даже программист, вот, казалось бы, да, сейчас все хотят стать программистами, но это тоже очень функциональная профессия, да, то есть, когда вы выполняете какую-то функцию и делаете что-то одно, вот. Вот, и, ну, понятно, что вот эта парадигма, она до конца не исчезла, сейчас очень много людей, подавляющее большинство работает на, именно на функциональных профессиях, которые они выполняют, там, день за дня одну и ту же функцию, но понятно, что все больше технологий автоматизации будет во все это приходить, и сейчас речь совершенно не о каких-то базовых, там, простых профессиях, профессиях, типа, что не будет продавцов и водителей, на самом деле все гораздо-гораздо серьезнее, да, то есть не будет в том числе и, там, делопроизводителей, не будет, там, бухгалтеров, не будет очень большого количества профессий, там, специалистов колл-центров, которые, ну, я имею в виду таких вот базовых, да, то есть если ты не суперпрофессионал, если ты не занимаешься чем-то действительно уникальным для, там, может быть, в какой-то определенной нише, то в целом вот очень огромное количество задач в этих профессиях, они автоматизируются, и если вот раньше все говорили, что будут автоматизироваться рабочие профессии, то на самом деле мы сейчас видим, что автоматизируются управленческие профессии, да, то есть если вот, ну, яркий пример, например, это курьеры, да, то есть вот, как ни странно, курьеров становится все больше, да, но при этом эти курьеры работают на, их начальником является автоматизированная система, да, то есть система, которая раздает заказы, которая, там, собирает эти заказы, которая считает зарплаты этим курьером, то есть по сути нет людей, которые ими управляют, то есть всем управляет одна большая система, да, то есть это можно просто сказать про, там, Яндекс.Еду, Яндекс.Лавку, там, Самокат, очень много сейчас вот проектов в крупных городах, которые, собственно, и автоматизируют вот такие управленческие, административные должности, но тем не менее и курьерам тоже придет скоро замена, потому что сейчас очень большое количество проектов и инвестиций вкладывается в технологии, которые позволяют доставлять, там, и документы, и еду, и очень много всего, это и роверы Яндекса, это и дроны, там, Амазона, и очень, ну, очень большое количество таких стартапов, они точно будут развиваться. Еще одна очень важная мысль и такой принцип, который мы проповедуем, профориентационный тест ничего не значит. Просто проблема в том, что очень многие люди, когда задумываются о профориентации, то есть первое, что приходит в голову, наверное, нужно пройти какой-то тест, да, который мне скажет, там, типа, какие профессии мне лучше подходят или кем мне лучше стать. Так вот, ну, в этом нет ничего вредного, то есть вы можете их проходить, и они могут вас наталкивать на какие-то мысли, давать какие-то дополнительные идеи, инсайты, но, по сути, в современном, ну, вот, в современном мире профориентационный тест, конечно же, не сможет определить, там, полностью, там, чем вам стоит заниматься в будущем. То есть это немножко наивно, это все немножко игрушечно, потому что, то есть, ну, вот, профориентационные тесты, даже вообще тесты, которые, это часто даже в другом, по-другому называется, там, типа, тесты для, там, ассессмента и оценки персонала, например, да, в компании. То есть когда мы говорим, опять же, про какие-то простые позиции, например, там, специалист колл-центра в Сбербанке или, там, сотрудник почтового отделения в Почте России, да, то есть вот им нужно огромное количество таких специалистов сейчас, да, пока это еще актуально. И, по сути, есть простые тесты, которые позволяют понять, насколько этот человек подходит на эту конкретную роль, должность, и на основании этого они принимают решение, там, брать его или не брать. Вот, но когда мы говорим о, там, целой карьере, о жизни человека, который вот только сейчас начинает, там, об этом задумываться, получать профессию, получать образование, там, профессию и развиваться, то, конечно же, это все несерьезно. Вот. Еще одна тоже провокационная мысль, один из наших принципов, про то, что ваши интересы ничего не значат. Это про то, что очень часто, когда молодой человек начинает задумываться о том, что же, чем же ему заниматься, он начинает ориентироваться в первую очередь на свои интересы, то есть думает, а что же мне интересно, да, чем я интересуюсь, может быть, это как-то нужно превратить в, там, свою будущую работу или, там, свое образование. Так вот, основная штука в том, что, ну, конечно же, на интересы стоит обращать внимание, но это далеко не главное. То есть основная проблема у большинства молодых людей заключается в том, что они находятся в такой позиции «я не знаю, чего я не знаю». То есть они, по сути, не видели мир, они не разбирались вообще во всех возможностях, которые сегодня существуют. Они не анализировали, там, рынок труда, не анализировали разные индустрии. И вот очень важно, то есть то, чего я начал, да, когда показывал все эти видео, это важно для того, чтобы получать и черпать вдохновение, да, то есть чтобы искать те вещи, которые мне могут быть интересны, потому что, ну, я об этом до этого просто не знал, поэтому таких интересов у меня, скорее всего, нет. И, кроме этого, если вы, ну, даже сами оглянитесь, если среди вас есть взрослые люди, если оглянуться, там, на свои интересы, там, 20 лет назад, да, то, ну, скорее всего, они у вас очень сильно поменялись. И, например, вот, когда молодой человек поступает в университет, его интересы тоже могут очень сильно поменяться, потому что он попадает в другую среду, в среду таких, ну, заинтересованных, мотивированных ребят. Кто-то из них, там, делает какие-то научные работы, кто-то запускает свои стартапы, и вы этим вдохновляетесь. То есть среда очень сильно меняет наши интересы. Поэтому, попадая в новую среду, как бы ваши интересы дополняются, обогащаются, меняются, и это нормально, да, то есть человек пластичный, и наши интересы тоже. Поэтому не стоит, как бы, интересы брать за основу, там, вот, в возрасте 14, 15, там, 16 лет. Нет, это не определяющая штука. Вот. То есть вы не найдете ответов внутри себя, изучайте мир вокруг. Это вот такое одно из наших главных, главных правил. И опять же, к нам очень часто приходят с вопросом, вот, ну, прям, очень много родителей и детей, с вопросом, что делать, если ничего неинтересно. Ответ все тот же самый. Нужно изучать мир вокруг. То есть вы никогда не решите эту проблему, копаясь там внутри. И это, кстати, вот еще один такой частый стереотип, что чтобы, то есть когда возникает задача там профориентации, одна из идей типа пойти к психологу, да, вот психолог поговорит с моим матерей, с ребенком, там, покопается у него внутри и расскажет там, чем же ему стоит заниматься, да. Вот на самом деле тоже это, это как бы не вредно, это вполне себе уместно, можно сходить пообщаться. Скорее всего, психолог может какие-то вещи открыть, но не связанные там напрямую с профессиями, скорее там с личностью, с какими-то, может быть, другими проблемами, да, потому что когда к нам часто приходят молодые ребята с, например, с подачи родителей, да, на наш курс, мы понимаем, что у них сейчас проблема совершенно другая. То есть они не профессию сейчас выбирают, они больше там пытаются себя идентифицировать, например, там, в классе, в школе, то есть у них есть проблемы вот другого порядка, им сейчас не до этого, и как бы лучше решать эти проблемы. И мы тоже, когда это видим, ну, как бы пытаемся там с родителями поговорить на эти темы. Еще очень важный, важная мысль и принцип заключается в том, чтобы, что не надо думать о том, чего хотите вы, что интересно вам, а нужно думать о том, что хотят другие люди. И в мире существует огромное количество примеров, вот, успешных людей, которые чего-то достигли, они достигли этого благодаря тому, что они пытались решить какую-то проблему, да, или потребность, там, большого количества людей, например, да, то есть как возникли там все успешные компании. То есть они пытались понять, чего хотят другие люди, что нужно людям, и, соответственно, делали какой-то продукт, услугу, сервис, который решает эту проблему, то, что полезно другим людям. Вот, поэтому очень часто мы рекомендуем формулировать свою цель не как, например, я хочу стать фотографом, да, потому что мне нравится фотографировать, а как, что ты хочешь сделать, там, для других людей, да. Это может быть даже звучать наивно, там, типа, я хочу спасать нашу планету от загрязнения, я хочу делать жизнь других людей удобнее, я хочу, там, спасать жизни людей и так далее, да. То есть вот это более правильная мотивация, более правильная цель, несмотря на то, что даже она может немножко наивно звучать. Еще одна провокационная мысль, и на самом деле, если не моя, это, ну, в общем, известная история про то, что талантов и способностей не существует. Есть такая книжка, сейчас я найду ее название, точное, чтобы вы могли что-то же ее погуглить. Да, книжка называется «Максимум. Как достичь личного совершенства с помощью современных научных открытий». Написал ее известный профессор психологии Андерс Эриксон, и вот в этой книжке он приводит очень много примеров и исследований других ученых, других психологов и нейрофизиологов, которые доказывают, что на самом деле вот то, что мы в быту называем там себе талантами и способностями, да, что, например, вот у моего ребенка нет математических способностей. Вот там у Машеньки талант, она очень хорошо там танцует, например, да. Вот. Это все не является таким прям врожденным и определяющим условием, что, типа, если у меня нет математических способностей, значит все. Вот было несколько таких ярких экспериментов. Вот, например, есть такая штука, как «Идеальный слух». То есть говорят, что вот есть люди, которые родились с идеальным слухом и могут там на слух определять любую ноту. Вот один из исследователей из Японии, я сейчас не помню, к сожалению, имя, он собрал группу из там 25 примерно детей там дошкольного возраста, там 4-6 лет, и провел с ними несколько месяцев, ну вот прям каждый день там по паре часов он проигрывал им аккорды, ноты. И вот по прошествии этого эксперимента через, я точно не помню, там 2 или 3 месяца, выяснилось, что у всех этих детей, вот 25 человек, у всех из них развился абсолютный слух. То есть они по там звучанию могли точно определить, какая это нота, да. То есть поэтому это все, ну, как бы миф, это все развивается. И на самом деле в мире не существует ни одного человека, который бы достиг каких-то больших высот просто так, потому что у него есть такой там рожденный талант или способность, да. То есть если анализировать вообще карьеру и жизнь там всех успешных людей, там политиков, ученых, не знаю, известных, даже актеров, ну, много-много кого, мы увидим, что за всем этим стоит огромное-огромное количество труда и упорства. То есть эти люди там пробивались по жизни, тратили огромное количество времени. И, собственно, мы приходим к очень такому понятному тезису, что на самом деле единственный талант человека – это его мотивация. Вот это есть такая популярная теория 10 тысяч часов, когда, то есть это время, которое нужно, то есть это, конечно же, не научная теория, это такой популярный, я не помню даже кто автор, популярный тезис, то есть это, что это время, которое нужно для того, чтобы стать очень крутым, непревзойденным специалистом практически в любом деле, да. И звучит очень просто, но на практике 10 тысяч часов – это очень много. То есть если вы попробуете декомпозировать это время там на конкретные дни, то есть вот, например, если вы будете тратить по 4 часа в день какому-то занятию, то вот 10 тысяч часов – это, например, на 10 лет. Я могу сейчас ошибаться там в математике, но порядок примерно такой. Вот. То есть это нужно обладать огромной мотивацией, чтобы вот весь этот путь пройти. Еще очень важная мысль, которую мы прям видим, я считаю, что это прям очень большая беда и проблема многих старшеклассников, что они не верят в себя, они обладают очень низкой самооценкой, и они не умеют мечтать по-настоящему. То есть когда мы всем были маленькими, там, когда нам было 5-6 лет, мы легко могли представить себя космонавтом и там кем-то очень значимым, там, ученым, не знаю, кем еще вы хотели себя представить в детстве, напишите, кстати, в чат, интересно. Вот. И чем взрослее становится человек, тем он начинает более узко мыслить, да, то есть он уже, он боится каких-то ошибок, он считает себя недостаточно, вот, опять же, талантливым, и это на самом деле большая проблема. И вот недавно я смотрел как раз интервью с Леонидом Богуславским, это один из самых успешных инвесторов российских, инвестор Яндекса в том числе, вот он, когда у него спрашивали, типа, как вы достигли, как вы пришли к тому, что имеете, он сказал, что я, ну, вот, еще с детства, когда он там еще учился в университете, он дал себе такое правило, задал себе такое правило ставить очень большие амбициозные цели, вот, и он очень долгое время был ученым, то есть он развивался как, там, исследователь в области, там, IT и физики. И у него, он сформулировал себе цель очень конкретно, но в то же время очень-очень амбициозно, он хотел получить Нобелевскую премию, то есть вот это была его цель, то есть при этом, ну, как бы понятно, что все даже, там, президенты, все известные люди, они когда-то были просто обычными, там, мальчиками и девочками, да, и очень многое решает то, какую вы можете, какую вы себе ставите цель и насколько вы мотивированы этой цели достигать, поэтому на самом деле это тоже штука, которую можно развивать, это штука, которой можно научить, научиться мечтать, научиться ставить большие цели. Это очень грандиозно важно, и мы всегда, ну, то есть, ну, вот одна из целей нашего курса – это как раз помочь ребятам научиться это делать. Еще один принцип про то, что не выбирайте что-то одно. Вот очень часто делают, опять же, там, и родители, и дети к нам приходят с одной ошибкой, что, типа, вот мы хотим пойти, там, мой ребенок уже выбрал, что он хочет стать дизайнером, или, там, он хочет стать гейм-дизайнером, или, там, еще кем-то, да, вот, и они прям зациклились на этой истории и считают, что, вот, вроде как все, выбор уже сделан. Это тоже, на мой взгляд, очень-очень плохо, и гораздо лучше не ограничивать себя в выборе, то есть, ваша цель сейчас, там, не выбрать, там, какое-то конкретное направление, а наоборот, сделайте так, чтобы вы могли выбрать, там, 10 разных направлений, которые вам интересны. То есть, ваша задача, как бы, как можно больше интересного найти вокруг, что вас, там, вас каким-то образом перекликается, что вас, там, вдохновляет, что вас драйвит, да, потому что из этого потом будет гораздо проще выбрать, да, то есть, если у вас будет, там, какой-то лонглист из 10 интересных вам направлений, то дальше, как бы, есть вполне себе понятные методики, как, там, с помощью ответов на конкретные вопросы, с помощью такого чек-листа выбрать, там, из этого всего этого фаворита, да, ну, или, там, может быть, у вас, там, этот круг ограничится, там, с 10 до 2 или 3 направлений, и, возможно, их вам и не нужно выбирать из них что-то одно, возможно, вы сможете их скомбинировать. И еще одна очень важная мысль про то, что, вот, в возрасте 14, 15 или, там, 16 лет, на самом деле, очень странно выбирать профессию, да, то есть, ты еще ничего не знаешь, ты еще не получал образование, тебя уже родители требуют, там, типа, ну-ка, определись с профессией. Так вот, хорошая новость в том, что вам сейчас не нужно выбирать, прям, какую-то конкретную профессию, а сейчас нужно просто определить какую-то, вот, максимально широкую такую дорогу для старта вашей карьеры, то есть, в какой области вы будете развиваться, да, и чем, на самом деле, шире будет эта дорога, тем лучше, потому что тогда у вас будет гораздо больше возможностей для того, чтобы поворачивать, там, влев, вправо, пробовать разные профессии, разные карьерные траектории. Вот, и еще одна смежная мысль по этому поводу про то, что образование и профессия – это очень разные вещи, и, на самом деле, часто родители и дети этого не понимают, то есть, когда они поступают в университет, они поступают с запросом, там, получить какую-то конкретную профессию, хотя, на самом деле, часто университет, в принципе, не дает профессию, и вот многие, там, спорят на эту тему, что вот университет, там, отстает от рынка труда, он, там, не практикоориентирован, что из университетов выходят неготовые специалисты. На самом деле, задача хорошего университета – не просто дать профессию, а часто даже и не дать профессию, а дать гораздо больше, дать фундаментальное образование и такие вот мета-навыки, которые можно назвать, там, критическое мышление или, там, дизайн мышления, да, то есть то, что поставит вас на гораздо более высокий фундамент и с которым вы можете уже стартовать свою карьеру, а на самом деле профессия – это про то, что… сейчас я… да, не буду пока забегать вперед. Профессия – это часто очень практичный навык, да, то есть, например, даже если говорить про профессию программиста, то научиться программировать можно, ну, реально за полгода на, там, хороших онлайн-курсах. Их сейчас очень много, они действительно качественные, и даже мы, вот, в своей компании, когда мы нанимаем разработчиков, мы видим, что часто с онлайн-курсов приходят вполне себе нормальные ребята, которые изменили свою карьеру уже, будучи взрослыми, то есть он, например, работал, там, 10 лет юристом, потом решил пойти в феру IT, прошел какой-нибудь, там, очень крутой интенсив, там, или буткэмп, или еще что-то, там, стал фронт-энд-разработчиком, он уже, в принципе, может идти, там, и работать, там, middle, ой, там, ну, в общем, начально, разработчиком какого-то начального уровня, джуниор-разработчиком, вот. И то же самое, вот, можно сказать, про экономическое образование, там, многие ребята приходят на экономические факультеты с запросом, там, типа, хочу создать свой бизнес, или, там, хочу научиться разбираться вот в чем-то конкретном, да, то есть они удивляются, что на экономических факультетах вообще не учат вот этим таким небольшим практическим вещам, потому что их можно вполне себе добрать либо в процессе этого образования, либо позже уже, там, ну, будучи специалистом или, например, проходя какие-то стажировки. То есть это не такая штука, которая, вот, прям, образование должно давать какую-то конкретную профессию. То есть образование это гораздо шире. И, опять же, вот, хорошее в том, что вам нужно поступить на какое-то широкое направление, которое даст вам выходы в несколько разных, там, профессий, там, карьер и так далее. И еще тоже очень позитивные изменения, на самом деле, происходят сейчас в российском образовании. То есть вот если говорить, там, про американские университеты, про европейские университеты, там очень уже давно это случилось, то есть когда человек не получает какую-то конкретную специализацию в университете, как минимум на первых курсах, да, то есть он изучает очень широкий спектр дисциплин, и у него есть дополнительное время, там, год, два, может быть, и три для того, чтобы в процессе обучения и изучения разных вещей понять, а что же мне больше интересно, да, то есть это, по сути, дает вам дополнительное время для, там, самоопределения. И вот, соответственно, в российских университетах во многих тоже появляются такие программы, когда ты можешь поступить на очень широкое направление, там, в целом, да, там, юриспруденция или маркетинг, и в процессе, там, например, в течение первого курса уже определяться, там, с более конкретной специализацией. И не обязательно даже, может быть, эта специализация у вас появится, там, уже к моменту выпуска, то есть вы вполне себе можете их, там, и несколько специализаций получить, и попробовать, там, стажировки в разных компаниях, то есть это очень такая нелинейная штука. Еще очень важный тоже принцип, который мы проповедуем про среду, да, вот, то есть вот известное выражение, немножко перефразированное, про то, что если вы самый умный в классе, у вас проблемы, да, вот всегда пытайтесь попасть в среду, которая будет вас развивать, которая будет умнее вас, которая будет, там, мотивирование вас, и это всегда будет вас выталкивать, да, то есть вы должны попасть, там, в какую-то конкурентную среду сильных, мотивированных ребят, и тогда вы в этой среде вырастите гораздо быстрее, да. Поэтому вот один из советов, который мы тоже даем, когда, там, консультируем по поступлению, то есть если, там, семья, например, рассматривает поступление на бюджет или на платное, вот мы часто рекомендуем, что если вам не хватило немного баллов, поступите на платное, оно прямо в хороший университет, да, потому что, ну, во-первых, университеты, хорошие университеты часто дают скидки, и причем довольно неплохие в случае, если вы поступаете, например, если вам не хватило, там, совсем немножко баллов, вы можете поступить на платное отделение, там, получив скидку 50% на первый год обучения, да, а в процессе, если вы, там, в течение первого курса покажете, там, хорошую мотивацию к учебе, вы будете хорошо учиться, и вы вполне себе можете претендовать на то, чтобы, там, перевестись на бюджет, потому что бюджетные места тоже освобождаются. То есть понятное дело, что там тоже большой конкурс, но, тем не менее, как бы шансы есть. И хороший университет, как я уже сказал, дает сильную среду, то есть вы попадаете, ну, грубо говоря, да, в ряды более умных ребят, которые будут вас подталкивать, наталкивать на разные идеи, там, с кем-то вы впоследствии будете работать, кто-то станет, там, директором, там, крупной компании и может вас рекомендовать или взять на работу, или наоборот, вы кого-то будете брать на работу. То есть, в общем, это история про, там, сеть выпускников, про то, что эти люди, там, часто помогают друг другу в бизнесе, это действительно так. И, да, возвращаясь к мысли про профессиям, что вот у меня был первый, один из, там, слайдов про то, что профессии не существует больше, это отчасти действительно так. То есть, если мы говорим про рынок специалистов, про рынок тех, кто востребован, там, в бизнесе, в разных областях, да, то сегодня это специалисты, которые совмещают в себе очень большое количество разных навыков. Вот. И можно, ну, у меня тоже такое любимое сравнение про то, что крутой специалист – это такой своеобразный швейцарский нож, у которого есть много разных лезвий, да. То есть, сегодня уже недостаточно быть, там, просто хорошим маркетологом, да. Ты можешь быть еще и немножко дизайнером, и немножко, там, продакт-менеджером, и разбираться в финансах. То есть, вот это очень важно, да, то есть, понимать, что нужно бизнесу, какие специалисты сегодня востребованы, и наслаивать на себя, там, все новые навыки. И это могут быть не только, так называемые, там, hard skills, то есть, конкретные знания, там, в конкретных областях. Это еще очень важные, такие универсальные навыки, да, которые помогают в целом, вообще, в любой профессии, в любом бизнесе. Это, там, в первую очередь, коммуникация. То есть, как вы общаетесь с другими людьми, как вы можете находить, там, точки соприкосновения, договариваться. Это про эмпатию. То есть, как вы, можете ли вы, там, становиться на позицию другого человека и понимать, что он, там, чувствует, что ему нужно, там, ну, понимать потребности других людей. И вот очень много таких универсальных навыков, которые дают вам, дадут вам очень большое преимущество. Поэтому, когда мы говорим про фориентацию, мы в том, ну, вот, в частности, на нашем курсе, мы в том числе рассказываем про то, какими вообще навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным, там, даже не в одной области, а вообще в большом количестве разных областей. Ну, и, конечно же, один из самых вообще главных, я всегда это не устаю повторять, принципов, тезисов заключается в том, что нужно задавать вопросы, нужно быть любознательным, нужно не бояться спрашивать, не бояться выглядеть глупым или, там, дураком, потому что, ну, лучше выглядеть глупо, но получать ответ на свои вопросы. И вот один из, там, таких тренингов, которые мы проводим для ребят заключается в том, чтобы найти людей, которые уже состоялись, там, в интересных им, там, профессиях или отраслях и попробовать с ними поговорить, да, то есть задать вопросы или, там, или даже, например, напроситься на кофе, там, пропить кофе. То есть, представляете, вы приходите, там, вы школьник, приходите, там, к директору какой-нибудь компании или, там, не знаю, к какому-то серьезному руководителю, к топ-менеджеру, например, пишите ему в Фейсбуке или, там, как-то еще находите его контакт и говорите, там, здравствуйте, а можно, там, попить с вами кофе, пообщаться. Вот вы удивитесь, но такие люди, если правильно к ним подойти и искренне, там, правильно сформулировать свой запрос, они вам, скорее всего, не откажут, потому что это люди с достаточно высоким уровнем эмпатии, которые, ну, и они уже многого достигли, и им не составляет труда, там, помочь человеку, если они видят, что у этого человека есть действительно большая мотивация. Поэтому, ну, и не бойтесь выглядеть глупо, это, ну, как бы, никого не смущает. На самом деле смущает, скорее всего, только вас. Вот, примерно такие тезисы, примерно такие принципы, которые, на мой взгляд, очень важны, когда, там, молодой человек думает о своей будущей профессии, но они могут показаться немножко такими теоретизированными и общими, да, то есть непонятно, то есть в целом все понятно, но что конкретно, да. И вот это «что конкретно» как раз про наш курс про фориентацию, это курс для тех, кто хочет определиться с будущей профессией, и не просто определиться с профессией, потому что очень часто, когда, опять же, говорят про фориентацию, то есть многие обещают, что, типа, да, мы поможем вам выбрать профессию, а мы говорим, что нет, мы не только поможем вам, ну, я уже условно называю это профессией, хотя я говорил, да, что уже это сложно назвать профессией, то есть мы поможем вам выбрать цели, сформулировать их, да, и декомпозировать, то есть как их можно достигнуть, и более того, мы поможем вам подобрать подходящие, там, вузы, программы и составить план поступления, да, то есть вы, наверное, знаете, если нет, то нужно знать, что когда вы поступаете, например, в университет, вы можете подать документы не в один вуз, а в целых пять вузов, да, то есть это, ну, прям целое, а еще в каждом вузе вы можете выбрать не одну программу, а, там, до десяти разных программ, то есть вы подаете документы в достаточно большой, там, ну, вот, например, в 15 разных конкурсов, грубо говоря, да, на поступление, и везде нужно оценить свои шансы, везде нужно понимать, там, какие экзамены нужно давать, есть ли какие-то дополнительные требования, где можно набрать дополнительные баллы и за что, то есть это такая целая, целый ворох таких технических вопросов, на которые, с которыми мы тоже помогаем разобраться и составить понятный план поступления и подготовки, да, то есть, что какие вам ЕГЭ нужно сдавать, к чему нужно готовиться и куда со всем этим можно поступить, какой у вас план А, какой план Б, если вы, например, не поступите в вуз мечты, куда еще можно подать, там, согласие с зачислением, грубо говоря. То есть у нас тоже в этом достаточно большая экспертиза, мы собираем информацию по всему рынку труда, мы знаем, чем отличаются, там, даже, в общем, похожие вузы, там, с одинаковыми программами, в общем, все нюансы, мы уже, там, около 10 лет за всем этим очень внимательно следим и помогаем со всем этим разобраться. Если говорить практически про то, что вообще собой представляет этот курс и как он устроен, это такой своего рода онлайн интенсив, то есть все проходит в онлайне, вот как примерно мы с вами сидим, только ребята подключаются по видеосвязи, и это общение вживую. Это такой интенсив, который занимает примерно один месяц, примерно потому что занятия у нас проходят в мини-группах, по, там, 6-8 человек, поэтому там расписание может немножко сдвигаться в зависимости, там, вот, обстоятельств, но в целом вот курс занимает примерно месяц. Почему мини-группы? Это очень важно, потому что мы до этого проводили такие курсы, в том числе индивидуально, то есть, там, брали, там, куратора, который вел одного человека, но по эффективности, если сравнивать, там, мини-группу с индивидуальным подходом, оказалось, что мини-группа показывает гораздо большую результативность, потому что в этом кейсе ты не варишься, как бы, один на один со своей проблемой, то есть размышляя о том, что, там, кем же тебе стать, то есть даже несмотря на то, что с тобой работает, там, специалист, что, ну, куратор, который, в общем-то, тебе все подсказывает, с тобой это обсуждает, но тем не менее, когда ты находишься в мини-группе таких же, ну, мотивированных ребят, которые тоже решают эту проблему, получается такой эффект, когда ты видишь, какие вопросы задают ребята, там, из этой группы, да, о чем они думают, какие варианты они рассматривают, и мы не подбираем мини-группы по принципу, там, типа, вот в этой группе технари, вот в этой гуманитарии, это все очень разные ребята, да, но как раз за счет того, что у них у всех разные идеи, лично ты, вот, как один участник группы, очень сильно обогащаешься этими идеями, этими идеями, и кроме этого, у тебя появляется еще и конкурентная среда, то есть ты видишь, что эти ребята выполняют домашки, что они, там, выполняют задания, и у тебя тоже появляется мотивация это делать. Ну, и, конечно же, это чат, где мы общаемся, там, ребята друг с другом общаются, они продолжают общаться и после курса, и за всем этим тоже, на самом деле, очень интересно наблюдать, вот, и, как я уже сказал, мы даем практические задания, то есть это не просто курс, где мы что-то рассказываем, а ребята себя-то слушают, это курс про делание, то есть они в первую очередь выполняют задания, то есть это и групповые задания, когда мы смотрим, как они ведут вообще себя, там, в команде, опять же, вот, ну, это в том числе и про коммуникации, и про такие мета-навыки, да, и мы даем вам практически знания разобраться, в чем-то, да, то есть, например, когда мы, то есть, на самом деле, вот в мире не существует специалиста, там, или человека-эксперта, который разбирается вообще во всех областях, во всех профессиях, да, то есть, ну, нет такого эксперта, но наша, как бы, основная экспертиза, мы знаем методологию, как в этом разбираться, да, то есть, где искать информацию, на какие вопросы нужно ответить, что нужно там поставить под сомнение, что нужно перепроверить, да, вот, и мы эти задания даем ребятам, чтобы они сами искали информацию, сами ее проверяли, сами анализировали, сами делали из нее выводы. Вот это тоже очень важно. То есть поэтому весь курс – это занятие два раза в неделю онлайн, но при этом каждый день мы даем небольшие домашние задания. Вот нас часто спрашивают, типа там, ну, у меня же там ребенок еще и к ЕГЭ готовится, еще у него там спортивная секция или там лошади или еще что-нибудь. Вот, то есть на самом деле курс этот не будет занимать у вас там гигантское количество времени, домашние задания очень небольшие, то есть их много, мы их даем каждый день, но каждое задание занимает там минут 20, там, вечером можно этому уделять, и это является гораздо более эффективным, чем когда ты там раз в неделю делаешь что-то большое, там, занимаешься этим два часа. Вот. Еще очень важно, что в конце этого курса мы, каждый студент наш, грубо говоря, защищает такой небольшой проект. То есть это очень похоже на то, как, например, компании стартапы, они делают такие питчи перед инвестором, да, когда ты приходишь просить денег у инвестора, ты должен быть очень убедительным, да, ты должен показать там классную презентацию и рассказать про свой продукт, про то, что ты вообще хочешь сделать, там, как это изменит там мир или других людей, как ты на этом заработаешь, там, и так далее, да. Вот это, короче, похожая история, но в миниатюре, когда студент защищает свою идею перед родителями. Конечно же, мы там держим родителей в курсе, мы там отправляем небольшие конспекты на тему того, что мы делали на занятиях, там, какие промежуточные результаты, но тем менее в конце вот ребенок перед родителем рассказывает там план своих действий, то есть вообще кем он хочет стать, почему, как он планирует прийти к этой цели, ну и, соответственно, куда он для этого хочет поступить и что ему для этого нужно. То есть, ну, поскольку родители, мне кажется, для ребят являются таким своеобразным инвестором, который вкладывает там в тебя все свои силы, деньги, нервы и вообще много всего-всего, время и так далее. Вот. Ну, соответственно, как я уже сказал, на выходе мы получаем такой детальный план поступления, там, список вузов, куда можно поступить, список программ и требования, которые эти вузы предъявляют, то есть к чему нужно готовиться. И, да, кроме этого мы сопровождаем до самого поступления. Что это значит? Что у нас остается чат групповой, где вы можете задавать все вопросы, связанные там с поступлением, с подготовкой, потому что, как правило, там через какое-то время что-то забывается, нужно что-то уточнить, там, может быть, какие-то практические вопросы, связанные там с общежитием, с, там, не знаю, можно ли поступить по Олимпиаде, то есть, ну, вот очень много разных вопросов. Мы, как бы, в чатах охотно на эти вопросы отвечаем и, в общем, доводим ребят до успешного поступления. Вот. Примерно так. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Кроме этого... А, ну, кстати, заявку на этот курс можно оставить на сайте учебы.ру. Это вас тоже, ну, как бы, нужно понимать, ни к чему не поднуждает. Если у вас есть дополнительный вопрос, вы можете оставить заявку, и менеджер вам про это более подробно расскажет. Вот. Я еще добавлю к этому, что у нас есть, кроме всего прочего, еще и онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ. Это такие комплексные курсы, рассчитанные на весь год. Мы занимаемся с ребятами и в 10-м, и в 11-м классе. Курсы, которые проходят, ну, в такой точно достаточно хорошей инфраструктуре. То есть у нас есть команда из целых, там, 30 очень опытных, там, тщательно отобранных преподавателей. Эти занятия проходят онлайн. Каждый месяц наши ученики проходят тест, ну, пробный ЕГЭ, так называемый, да, для того, чтобы ежемесячно посмотреть на прогресс, для того, чтобы понимать, где есть какие пробелы, и, собственно, управлять вот этим процессом, доводить до поступления, доводить до того, что ты сдашь ЕГЭ на высокие баллы. Вот. Поэтому оставлять заявку и на наши курсы подготовки к ЕГЭ, тоже будем рады ответить на все ваши вопросы. Продолжение следует...